Биткоин растет и торгуется выше 10 000 долларов за единицу. Проблемы с запуском LightPay, а также новая информация о запуске ICO Telegram. Это программа Криптомост. Я Юлия Заяц. И мы начинаем. 26 февраля команда разработчиков биткоина объявила о выпуске очередного большого обновления кошелька Bitcoin Core версии 0.16.0. Релиз содержит несколько важных изменений, в частности добавлена полная поддержка SegWit. Решение по масштабированию сети, которое было активировано в сети биткоина в августе прошлого года и призвано решить проблему пластичности транзакций, а также увеличить пропускную способность сети и послужить базой для внедрения Lightning Network. А теперь предлагаю перейти уже традиционно к обзору рынка криптовалют. Согласно данным с CoinMarketCap, биткоин, прибавив 6,68%, поднялся до отметки в 10 370 долларов. Дорожал сегодня утром биткоин и на бирже Bitfinex. Самая популярная криптовалюта поднялась на этой бирже до отметки в 10 300 долларов. 27 февраля также продемонстрировали рост и другие криптовалюты. Так, к примеру, эфириум, подорожав на 2,59%, составил в цене 876 долларов 23 цента. Общая капитализация рынка криптовалют достигает на данный момент практически 451 миллиард долларов. На долю биткоина приходится 39% всего рынка криптовалют. Подорожание биткоина, считают эксперты, связано в том числе и с новостью о том, что биткоин стартап Circle объявила покупки американской криптовалютной биржи Poloniex. Все еще не успеваешь за новостями крипты? Тратишь время на мониторинг сайтов? Забудь! Теперь мы твой гид в мире криптовалюты. Присоединяйся к Криптомост в Facebook, Telegram и на канале в YouTube. Как сообщалось в обзоре, биткоин стартап Circle сообщил о покупке Poloniex, известной американской криптобиржи, призванной стать ключевым элементом линейки продуктов компании. Сумма сделки остается неизвестной, но, по словам Роберта Хакета, за покупку Poloniex биткоин стартап заплатил 400 миллионов долларов. В сообщении биржи Poloniex сказано, что команда торговой площадки будет и дальше улучшать клиентскую и оперативную поддержки и повышать эффективность работы биржи в целом. «Мы согласны с тем, что необычный рост, который длился последние несколько лет, не был безболезненным для наших пользователей. Мы надеемся, что Секол поделится своим опытом и это поможет нам улучшить надежность и масштабируемость платформы», — говорится в пресс-релизе. Телеграм Павлодорова пообещал вернуть инвесторам вложенное в ICO мессенджера средства, если проект не будет запущен до октября 2019 года. Об этом пишет Business Insider с ссылкой на текст документа. Сбор заявок на предпродажу токенов был закончен в январе 2018 года. Проект получил заявки на 3,8 миллиарда долларов при объеме предположения в 850 миллионов долларов. Полный список инвесторов не раскрывается, однако по собственным сообщениям и публикациям СМИ известно, что в проект вложились сооснователь Киви Сергей Солонин, сооснователь Вимбельдана Давид Якобашвили, а также Роман Абрамович. Предположительно, в ICO мессенджера также вложились сооснователь Mail.ru Group Юрий Мильнер и ряд крупных фондов Кремниевой долины. Про возгласивший себя Сатоши Накамото главный ученый из Enchain Craig Wright подал иск на 5 миллиардов долларов по наследству Дэвида Клеймана. Дэвид Клейман был компьютерным ученым и экспертом по кибербезопасности, которого многие считают одним из разработчиков технологии блокчейн и биткоина. В документах, которые появились на Reddit, истец утверждает, что Wright украл сотни тысяч биткоинов стоимостью более 5 миллиардов долларов по сегодняшнему курсу у Дэвида Клеймана. Заявление истца утверждает, что Wright признал, что друзья и семья Клеймана изначально не знали о его богатстве. Клейман хочет получить компенсацию за потерю права на интеллектуальную собственность в дополнении к 5 миллиардам долларов материальной компенсации. Кто-то на биткоине зарабатывает, а кто-то и теряет. Соучредитель Apple Стив Возняк говорит, что он стал жертвой мошенничества с биткоинами. Об этом он сообщил на деловом саммите Индии. Кто-то купил их у меня через кредитную карту, а позже платеж по кредитной карте был отменен. Это было так просто, и все произошло с украденного номера кредитной карты, чтобы не было возможности вернуть деньги. Возняк сказал, что он купил биткоины, когда их цена составляла 700 долларов, но сегодня его биткоины стоят 71 тысячу долларов. Тем не менее, Возняк по-прежнему является сторонником криптовалюты. Все еще не успеваешь за новостями крипты? Тратишь время на мониторинг сайтов? Забудь! Теперь мы твой гид в мире криптовалюты. Присоединяйся к Криптомост в Facebook, Telegram и на канале в YouTube. Группа исследователей из Сингапура и Великобритании утверждает, что идентифицировала 34 тысячи уязвимых смарт-контрактов в блокчейне эфириума, содержащих 4,4 миллиона долларов. Однако им удалось найти способ предотвратить негативные последствия таких уязвимостей, обнаруживая их заранее. О том, что миллионы долларов в эфириуме могут подвергаться риску из-за плохо закодированных смарт-контрактов, которые содержат множество ошибок, говорится в их техническом отчете, который проверяют эксперты. Авторы отчета разобрались в смарт-контрактах эфириума, найдя контракты, которые либо запирают деньги на неопределенный срок, либо небрежно распространяют их на произвольных пользователей, либо могут быть потеряны кем угодно. В 2017 году 500 миллионов долларов были потеряны из-за ошибок в коде, и около половины этой цифры касалось эфириума. Исследователи считают, что такие ошибки послужили причиной уязвимости, обнаруженной в мультиподписной версии кошелька Perity, в результате которой было похищено 153 тысячи монет эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова